На прошлой неделе в селе Карабас и Бескарагайского района сгорел частный жилой дом. При этом, как утверждают сельчане, спасти его было вполне возможно, если бы не занесенные снегом дороги при въезде в село, по которым пожарная машина попросту не смогла проехать. Это происшествие буквально взбудоражило все село. Местные жители рассказали и о других существующих проблемах и о бездействии местных властей. Это сгоревший дом в селе Карабас Бескарагайского района. Он сгорел буквально за считанные часы, а все из-за того, что здесь не чистили дороги, и пожарная техника не смогла вовремя подъехать. В итоге семья из четырех человек осталась без крыши над головой. Дом начал гореть в три часа дня. Пожарные в прямом смысле прибежали с лопатами и снегом тушили пожар. Однако спасать было нечего. Весь дом сгорел дотла. Хозяйка успела вынести только документы. Сейчас они временно поселились у соседей. Но если бы дорога при въезде в село вовремя была очищена, хоть что-то уцелело бы. В итоге перед глазами горел и превращался в пепел дом и все, что было нажито за долгие годы, говорит женщина. У нас не было дороги, так как пожарки приехали. Они могли хотя бы там, например, три комнаты у нас спасти. Но так получилось, дорог не было, они не смогли проехать. У нас здесь еще есть где-то полтора километра лесхоз. У них тоже есть пожарки, но тоже дорог нет. И за счет этого у нас ничего не было спасено. Слычане понимали, что заснеженные дороги надо чистить самим. Потому что ситуация дошла до того, что в село не могли привезти даже хлеб. Своими силами они собрали деньги и взяли в аренду спецтехнику с частного предприятия, которое находится недалеко от села. В течение четырех дней мужчины очистили все дороги в селе. А от Акимата везти таки нет, говорят сельчане. Ни молодежи, ни нашему Акимату ничего не надо. До сих пор никто не позвонил и не спросил, как мы почистили снег. У нас в селе много пенсионеров. Дороги очистили в первую очередь перед их домом. Потому что если завтра приедет скорая, они должны хотя бы развернуться. Как стало известно, в селе есть еще ряд проблем, которые не решаются на протяжении долгих лет. Жители жалуются, что в деревне нет аптеки, где продавались бы самые простые медикаменты. Нет врача, работает только лаборант и акушерка. Однако полную медпомощь они оказать не могут. Для этого нужно ехать в районный центр. Но и тут возникли проблемы. Также у нас со скорой проблема. У нас со скорой, ну как бы вам сказать, колеса лысые, там запчастей нету, то бензина нету. Чтобы кого-то увезти, это нужно бензин. Бензин зальешь, повезет. Бензин не зальешь, как сказать. Это надо самим искать машину. Это тоже проблема. Для деревни это большая проблема. Проблема для сельчан и то, что с наступлением темноты деревня погружается во тьму. Уже три года, как в селе, нет уличного освещения. Несмотря на то, что жители постоянно поднимают этот проблемный вопрос, никто его не решает. К тому же люди опасаются, что этой весной их дома может затопить талой водой. Дороги нету. Вот я топлюсь. Вот нынче зима большая. Я вот буду топиться. У меня в избу зайдет вода. Вот света нету. Есть электрики у нас, есть начальники. Начальники, вот, пускай сделают, пожалуйста, пускай сделают. Вот я падаю. Вчера упала, позавчера упала. Акима сельского округа мы так и не застали, но смогли увидеться с главным специалистом, который отказался что-либо комментировать на камеру. Но, по его словам, молодые специалисты в село идти не хотят, а проблемы с освещением не в их компетенции. Мы отправились в районы центра Бурас. Прокомментировал нам ситуацию с вывозом снега молодой специалист, который отметил, что внутри села ситуацией они не владеют, так как сельские округа находятся на самостоятельном бюджете. А о пожаре они узнали в последний момент. Наша машина не успела подъехать вовремя, и мы не были уведомлены об этом ранее. Получается, в последний момент узнали об этом. По словам специалистов, Аким Бескарагайского района уехал на отчетные встречи с населением. О том, что сельчане вывозят снег своими силами в Акимате, узнали от нашей съемочной группы. А о том, будут ли решаться проблемы сельчан, никто конкретного ответа не дал. Бакатгуль Казецкая, Радко Жахметов, Телеканал Семей.